Мои приключения продолжаются. Сегодня я приехала в Испанию. В Испанию. Как будто я не в Испании. Сегодня я приехала в Барселону. Завтра я иду на кастинг. Шоу «Испания имеет талант». Сегодня поселилась вот в такой комнате. Сейчас покажу. Как всегда, моё любимое окно, которое выходит во внутренний двор. Где, конечно же, не будет утром света. Но ладно, мне здесь провести всего два дня. Ну и вот такая комнатка. Стандартно. Дёшево и сердито. Но главное, как я здесь оказалась. Когда я жила у Хуана Карлоса, он мне всё время говорил, что мне нужно пойти на шоу «Испания имеет талант». Он его постоянно смотрел по телевизору. Вот. И в один прекрасный момент, уже когда я от него уехала, он мне присылает ссылку и говорит «Зарегистрируйся». Ну что тебе стоит? Ну я зарегистрировалась. Я прошла. Только завтра будет предкастинг. Посмотрим. Пусть это будет просто приключение. И потом грех было не воспользоваться такой возможностью, поскольку приехала я сюда бесплатно. Сейчас ещё украинцам можно ездить в поездах между городами бесплатно. Мне дали вчера бесплатный билет сюда, до Барселоны. А Хуан Карлос оплатил мне комнату, чтобы я сюда приехала. То есть он даже больше хотел, чтобы я здесь поучаствовала, чем я сама. Доброе утречко. Сегодня у меня вот такой завтра за 4,50 евро. Надеюсь, это будет вкусно. Приятного мне аппетита. Ну конечно, я бы была не я, если бы я не пропустила свою остановку. Как, собственно, вчера у меня тоже было приключение. Я приехала не на тот вокзал. Благо, что в Валенсии оба вокзала, Скорола и Норд, они рядом находятся. Но я бежала очень быстро. Ну а сегодня я немножечко проехала одну остановку. Так что двигаю на кастинг. Придётся немножко больше пройтись. Зато смотрите, какая красота. Всё, что не делается, всё к лучшему. Вот не проехала бы, не увидела. Вот такое тут столпотворение. Очень много людей. Пока ещё не понимаю, как туда пропускают. Мне прислали QR-код, по которому я могу зайти. И сейчас попробую. Там пропускают всех, проверяют QR-код и потом запускают вот в такой зал. Здесь, правда, душновато. Мне прям определённо везёт. Именно сегодня я вступила в какашку собачью. Как раз перед кастингом. Еле отчёрлись. Хорошо, что были с собой влажные салфетки. Я надеюсь, конечно, это к удаче и к очень большим деньгам, потому что я вымазала оба кроссовка белых. И это со мной впервые за два месяца. И именно сегодня, именно на кастинге. Ну просто. Удачи! Все ждут в этом коридорчике. Запускают несколько дверей. Во всех комнатах идут кастинги. Вот где-то идут просто, отсматривают танцоров, фокусников и так далее. Где-то прослушивание идут. Причём это всё происходит на двух этажах. Дом происходит внизу. Все записываются здесь, скидывают фонограммы и поднимаются наверх, где проходит кастинг. К сожалению, снимать сами выступления участников нельзя, поскольку это только предкастинг. Но я надеюсь, что у меня ещё будет такая возможность. Да, метро, конечно, в Барселоне не такое простое, как в Валенсии. И переходы очень длинные. Прямо это первое моё такое метро. Самое сложное. А это гора Тибидо. Вид снизу. Говорят, там очень красивый закат. И оттуда открывается вид на всю Барселону. Ну, не знаю, доберусь ли я сегодня туда. Я сейчас решила отправиться в парк Гуэлья. И еду не транспортом, а и пылеском. Смотрите, какая красота. Это просто по дороге. Ой, смотрите, какая прелесть. Мне даже не придётся подниматься по лестнице пешком. Эскалаторы. Недолго радовалась. Этот не работает. Придётся всё-таки пешочком подняться. Ох, а подниматься сюда очень тяжко. Просто очень крутой склон. Зато посмотрите, какой здесь шикарнейший вид открывается. Класс. О, спасибо огромное тем людям, которые придумали эскалаторы. Ничего особенного. Просто такая красивая дорога к парку. Представляете, какой красивый вид у людей из окон открывается. Обалдеть. Ну что, в парк Гуэлья в парк Гуэлья не попала, потому что на сегодня уже билетов нет. Я, кстати, даже не знала, что он платный. Я думала, здесь есть бесплатная часть и платная, но на сегодня уже билеты не продают. Продают на завтра и так далее. Ну, завтра специально сюда я ехать не буду. Вот отсюда кусочек покажу, такой парк. Придется искать другой парк. Сюда билет, кстати, стоит 10 евро. Ну, ни мало, ни много. Ну что ж, пойду в Саграта до фамилии. Что делать? Эх, жалко, конечно, что я сюда не попала. Но, значит, в следующий раз. И думаю, что не сама. он... Нашла по дороге вот еще такой замечательный парк. В общем, просто гуляю. Куда глаза глядят, туда и иду. Ну, конечно, в сторону Саграда де Фамилия. Здесь все просто в том плане, что если с горы спускаться вниз, в любом случае придешь к морю. А Саграда де Фамилия как раз находится уже ближе к морю. Боже мой, смотрите, какая красота! Розы! Класс! Так красиво! Ой, мне нравится это местечко. И немноголюдно. Вот, я до нее дошла. Какая красота! Говорят, что достроят ее только в 26-м году. До сих пор еще идет строительство. Ну, выделяется, конечно, в городе. Однозначно выделяется. На входе проверяют сумочки. Можно вот сюда зайти. Сейчас узнаю, сколько стоит вход. Боже, класс! На самом деле, вход сюда был абсолютно бесплатный, потому что я попала просто в католическую церковь, которая находится позади Саграда де Фамилия. В том же здании, но с обратной стороны от входа. Что касается того, что ее достроят в 26-м году, скорее всего, не достроят, потому что у испанцев есть такое поверье, что пока строится церковь, замаливаются грехи. А если церковь достроится, то будет конец света. Поэтому очень надеюсь, что ее не достроят в 26-м году. Именно по этой причине испанские архитекторы часто не достраивали хотя бы башенки на верхушках храма. еня я так, как вертика. Спасибо за табличку! Такова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В общем, оказывается, я сначала зашла с новой стороны, там где выход, а вот здесь вход Ну, уже, конечно, все закрыто А рядом вот здесь есть еще такой сад В общем, я сегодня никуда не попала, зато прекрасно прогулялась Ну, как никуда не попала? Попала на кастинг И все, зато прогулка была отличная И тут прям райский уголок И тут прям райский уголок Вот иду и думаю просто, как здорово, что я здесь оказалась Не знаю даже, какие силы благодарить за все то, что я вижу Самое интересное, что я сегодня хожу целый день И с самого утра я вышла из квартиры часов в десять И мне сейчас на улице уже девять И мне совершенно не хочется идти в квартиру Мне так хочется гулять и гулять и гулять И максимально впитывать как можно больше Все хорошо Все хорошо Это готический квартал Вот гулять здесь, конечно, прикольно А жить? Не думаю Прям вот не хотела бы я здесь жить И с видом на соседние окна Но прогуляться, конечно, здорово Я вот в таком переулочке вообще не хотела бы жить точно Тут тебе старинные дома И тут вот такая какая-то очень странная новая постройка А вот это римская стена Вечером особенно впечатляющим выглядит, конечно Это некий Рамон Рамон Берингвер Третий А это собор Святого Креста И Святой Евлампии Есть вообще такие классные местечки Где так тихо, спокойно Ну там, правда, парень концерт дает Ну музыка прям подстать Подстать обстановке ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это называется Королевская площадь Посмотрите, какой здесь движняк Ну и в завершении сегодняшнего дня Я уже приехала Вместо своей дислокации Смотрите, моют мусорники Вот так